Здравствуйте. Рассмотрим основные типовые ошибки разработчиков. Первое — это модификация ядра. Достаточно частый неверный шаг — это модификация ядра, и, как мы уже не раз говорили, изменять типовые компоненты и файловые модули нельзя. Это приводит к потере изменений при обновлении платформы, усложняет поддержку проекта и ведет к снятию проекта с поддержки специалистами компаний 1SBitrix. Важно помнить, что нельзя менять файлы в директориях Bitrix Models, а Bitrix Components в namespace Bitrix. Стоит копировать шаблоны компоненты, сами компоненты перед модификацией. Для решения задач использовать события, агенты, почтовые события и отложенные функции. Второе — как сделать свой модуль. Нередко начинающий разработчик начинает с вопроса, как сделать свой модуль, который реализовывал бы какой-то функционал. Это значит, что не изучают систему, не анализируют возможности модулей. Мы говорили о анализе задач и выборе редакции с нужным набором модулей для решения каких-то задач. Также не изучают возможности готовых компонент и технологии, доступных в системе. На первом этапе работы с системой зачастую потребуется лишь подобрать компоненты и внедрить свою верстку. Возможно воспользоваться расширением компонент. Третье — это код напрямую. Также часто пишут код напрямую в шаблонах. Как пример для вывода списка элементов, инфоблок использует CI-блок Element Get List на странице или в шаблоне сайта. Соответственно, из этого вытекает ряд важных моментов. Не используется кэширование, если мы будем писать прямой код в шаблонах или на страницах сайта. Нет возможности настраивать функционал. Нет возможности произвести отладку системы. При редактировании через визуальный редактор может быть поломан код на странице. Необходимо код оборачивать в компоненты, как говорилось ранее. Четвертое — работа напрямую с базой данных. Мы рассматривали общую схему работы Bittrex. Используется схема MVC. Непосредственная работа с базой данных реализуется на уровне модели. Это модули 1S Bittrex. Компонент же использует API-системы. Поэтому делать прямые запросы с компонента не нужно. В 99% случаев нет необходимости работать напрямую с таблицами Bittrex Framework. Есть возможность решить задачу с помощью API-функций. Во-вторых, это небезопасно. И, в-третьих, структура таблицы базы данных в принципе может быть изменена при установке обновлений. Ваш запрос, исследовательный функционал, перестанет работать в живом проекте. В компонентах информация оперирует только с помощью API. Работа с базой данных ведется при разработке собственных модулей, которые используют собственные таблицы в базе данных. Пятое. Отключение кэширования. Хотелось бы подчеркнуть еще раз важность использования кэширования. Мы с вами подробно рассмотрели, как работает этот механизм, что шаблоны компонент и файл Result Modifier не используются при включенном кэше. Частая ситуация кэширования отключают на весь сайт или компонента из-за внесения логики в шаблон или в файл Result Modifier. Мы с вами научились решать задачи с помощью компонента P-Log. Перед тем, как сдавать проект, проверяйте его. Все должно работать при включенном кэше. Если нет, пересматривайте решение. Но кэш должен быть включен всегда. Шестое. Большой объем файлов кэша. При разработке своих компонент часто не задумываются о размере кэша и не используют функцию SetResultCacheCase. При размещении большого объема данных в Result время разбора файлов кэша может быть очень большим, может привести к нехватке ресурсов PHP на странице, и сайт может лечь. Опять же, пытаются отключить кэш для исправления каких-то ошибок. Учитывайте, что при разработке используется функция SetResultCacheCase, которая позволит сохранить в кэше только те параметры из массива R-Result, которые требуются. Файл кэша также не должен превышать 1 мегабайта, но на практике это порядка десятков сотен килобайт. Седьмое. Производительность. Стоит отдельно подчеркнуть важность скорости работы вашего кода и объема получаемых данных. Учитывайте, что вызов API влечет за собой запросы к базе данных или может выполнять ресурсоемкие операции. Здесь вам поможет инструмент отладки, с которым мы уже познакомились. Учитывая, что реальный объем данных может быть в сотни и тысячи раз больше, чем тестовые, заполняйте инфоблоки тестовыми данными в реальном объеме и проверяйте скорость создания страниц. Не полагайтесь на кэширование, и без кэширования время создания страницы должно быть приемлемым. Кэширование отлично помогает для снятия нагрузки на сервер, для роста посещаемости сайта. Если все это учитывать, то вы сдали проект, клиент, как это часто бывает, через пару месяцев, его наполняют реальным объемом данных, и все будет в порядке.